Занимайте свое положение. Я еще раз переспрошу. Сколько? Девять. Девять приехало. Двое еще одиннадцать. Я кое-что вам расскажу. Смотрите, сестры, внимательно. Касается вас. Никто за стол не садится, если рукава закатаны или как-то. Таки все закрыты. Повторите себе. У нас всегда это должно быть застегнутым. За столом ты можешь отстегнуться. Потом подумай, почему это. Ты увидишь. Вот сестры, когда смотрите, она берет, я убираю. Она обычно сразу переворачивает. Что на ней было, падает туда. Такое простое. А Воля где она у меня? Научилась? Здесь есть. Теперь знаю как. Отвели вот так вот. Теперь опрохи. А чтоб туда ничего не привлекло, переводи. Трудно это. Тут надо просто разум пробудить. Дежурные есть. Сейчас кто-то будет помогать развивать. Быть очень внимательным. Сейчас мы сотворим молитву. Я снова подойду, сюда буду говорить дальше. Как правило, к старшему приходят и молитву творят. За молитву святых Отец нашей, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Ощи всех на Тя, Господи, уповай. Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзайше Ты щедру руку Твою исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и прислай, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Не освяти дары, посылаемые Тобой. Словом истины и молитвы. Аллилуйя. Аминь. 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 Мощи нас считают, то есть разные варианты. Аминь, это означает, ты согласен, все должны сказать аминь. Если не сказал аминь, ты виновен против молитвы будешь. Когда израильский народ входил в страну обетованную, Господь поставил весь народ, а это 3 или 5 миллионов было. Вы должны знать, что это полторы тысячи тонн требовалось такой еды на каждый день. В пустыне, 40 лет. Это сплошное чудо. И вот здесь две горы. Повернитесь, гора Горизим. Благословенный, чтущий отца и мать. Будет долголетен на земле. И все отвечают, аминь. Потому что ты отец будешь. Не так, что там жена развод задала, а теперь отца не знает. Этого не было нигде. Такого безумия. От отца отнимать детей. Ну и выращивается. Кто вырастет-то? Ни мужчина, ни женщина. Определенно. Теперь дальше. Гора Гевал, все поворачиваются. Кто злословит отца или мать, да будет проклят. Все замерло. А другой промолчал. Почему молчал? Не расслышал или что? Он не знает, что сказать. Проклятый, значит, немедленно убрать его из жизни. В Израиле законы Божии. Они в Библии написаны. Не просто так замуж собралась. Нет. Я посмотрел сейчас, как это делается в Пакистане. Ее готовят замуж. Собрались тетушки. Гинеколога привезли. Проверить. А она девушка такая, что никак. Она плащет. Они 2-3 дня. Они ее уговаривают и уговаривают. Мы даже справку взять. Наконец-то она разрешила. И вот сказали, она детственница. Как они от друг друга, тетки эти, целуют, плащут. Господь сохранил ее. У нас это даже ничего нет. Ее в 6 классе на вторую букву алфа это уже называют. Это же не просто так. А если взяли, поэтому стелят чистые простыни, подписывают их родители. Утром встанут, посмотрят, была она или не была в каких-то руках. А если нет, все. Свадьба откладывается. Допрос. К дому отца приведите и убейте. Это в Библии написано. Это Бог повелевает. Сегодня в ключе это правило. Мы же где будем? Мусульман это содержится на сегодняшний день. Я не говорю туркмены, таджики, узбеки. Это Талибан, Афганистан. Немножко я отвлекаюсь, как они захватили власть только сразу на другой день. Все люди должны знать правила. По рации, в дома, посыльные. Запомните, чтобы платье в пол было, вот как оно стоит. Вот так, а не до колен. Вы поняли? Все. И дальше, какого цвета? Чтобы этого не было у них. Я говорю их правила, у нас это все нормально. А если вопрос снятый. Тебе сказали, ты расписалась, а все, теперь берешь на себя. Вот она прилетела, не как-то была с Брежневым. Главный такого мирового государства. И она сходит, а ее сразу остановили. А у вас почему так платье высоко? А вам какое дело до меня? Вернись еще на ступеньку назад. Если вы сейчас ступите с трапа, с самолета, это наша земля. Вас арестуют. А арестуют вас не на один день, на три года. Каждые полгода на площадь. И по 40 ударов будут бить. И ты пока не заработаешь 75 тысяч долларов, которые пойдут в государство. Домой не уедешь. Мигом назад, хиджаб надела. Все стоит как надо. Нас учить надо. И поэтому нам не осуждать кого-то надо. А вы мусульман хвалите, где надо, я и похвалю не мусульман, а буддистов. Потому что мы говорим о добром деле, а не о вере. Не надо одно и другое путать. Вот я сейчас помолились, я скажу, как за столом себя вести. Без рукавов, чтобы не было. Платочки были у всех. Нету, первый день вам разрешается мимо пройти. Я не кончил там вопрос. А если эта дочь была от священника, оказалось, не детский детство. Приведите к дому отца и сожгите. Златонус говорит, так как больше ответственность подал отца. Как-то родную дочь мог допустить. Если она была за городом, и кто-то схватил ее, кричал, его предайте смерти. А если все-таки случилось? Огромный выкуп, женится на ней и не имеет права развода никогда. Это все в Библии написано. Я не к тому говорю, что давайте убивать, а чтобы помнили. Есть люди, которые не глупее нас живут. Если мы это услышали и не вняли, особое будет наказание от Бога. Кто, кому много дано, много спросится. Я уж не говорю, чтобы дорогой там ехали, как у вас Слово Божие с собой было. Теперь сели за стол, дежурный, который от Бога, он смотрел, вот так руку поднять. Это означает, первое мне не дали. А первое, если половина бывает нет, первое желательно, чтобы сел. Второе покажешь. А ты смотри, видишь, пустая у них посуда. Показал второе и половина. В лагере у нас ни одного слова нет. Десять человек на одной скамейке. Дежурный напротив каждой скамейки. Ну, у нас заснято это все. К слову сказать, снимать. Разрешается, без разрешения снимать везде. Здесь я не хозяин. В церкви снимать, это от батюшки. А когда его нет, свободно. Так что он иногда уезжает, снимает. Кто приезжает, если не верующая, до оглашенной из Эдити, снимают корреспондент. До оглашенной из Эдити все вышли и ждут, когда скажут, с миром из Эдим. После этого снова можно зайти. Правила для всех одинаковые. Тебе нравится снимать, то другое. Но когда ты будешь уезжать, я могу попросить у тебя дать мне посмотреть и кое-что взять. Кто может снимать? Фотоаппараты у кого есть? Вот так. Нам нужны очень хорошие снимки. Вы знаете, у нас вышел трехтомник Нового Завета. Полное толкование с откровением. Это третье издание вышло. Сыны все эти уже объявляли, говорили. В Можайске. И тираж-то небольшой, пять тысяч. Чтобы только привезти, 220 тысяч отдали. За подвоз. А у нас ничего нет. И Господь позволил нам собрать деньги. Это ни рубль, ни два. По милости Божьей. Сейчас он готовится к изданию. Четырехтомник у меня стихов. Называется проповеди в стихах. Уже все сдали. Предоплата 30%. Чтобы бумагу купить. Никак не можем получить. Типография небольшая. Мы думаем, к вашему отъезду будет. Кому нужны будут книги, вон они лежат. Скажут, я бы взял, денег нет. Вышли, дадим адрес обратно. Пока есть возможность. Книг этих больше нигде нет. Это наше издание. С откровением. Полное толкование Нового Завета не было 2000 лет. Никогда. И кроме того, тут 240 иллюстраций. Она скрасили Густаво Доре. Библейские картинки. Очень хорошие. Ну и дальше готовим переиздание в Кыльстину православия. Я 40 лет собирал материалы для этой книги. Кому надо будет сейчас возможность. Мы привезли сюда, можно взять. Почти 700 страниц будет. Я там подбил. Получается около 700 страниц. Все, значит, стоимость одного тома. Да, дальше больше, потому что фотографий много будет где-то. Это попутно. Помните. Поэтому книги можешь полный комплект взять. Это 38 томов. Это мои книги. 38. Каждая книга 752 страницы. 64 страницы плюс цветные фотографии. То есть наши книги аналога в мировой литературе не имеют. 2 стихотворения. 9 куплетов. 1 куплет, 4 строчки. 9 и 4, 36 строчек. Епиграф из Библии. Напротив каждой строчки взято место Библии, откуда взята мысль. 36 раз надо открыть Библию. Этого нигде не было, никогда. А почему Бог? Бог берет самый немощный, мальчишку какого-то, голявку с ногами. Так и здесь. Бог показал и сделал. Так, за столом садимся сейчас. В левой руке кусочек взять надо. Дайте-ка мне сюда. Для кого-нибудь. Вот если ты не лел, а думаешь, что тебе много, дайте-ка тебе немного. Это только тонкий. В правой руке ложку дай-ка. Так, повторите. В левой кусочек правая ложка. В левой кусочек правая ложка. Если она не садится сюда, она тебе придет сюда. И дети приучаются в течение одного дня. Взрослые 60 лет не могу приучить. Понятно? Я сижу за столом вот так вот. Смотрите, дети. Первый день так подчеркнул. Ты сидишь на ботах. Вот это вертикально называется. Вот это горизонталь. Вот так. За это, чтобы лицо твое туда не заходило. Ну, за столом сидишь. Себе поднем. Почему? А так написано. И написано в Библии. Нигде-то. Стыдись облокачивание на стол. Дальше кисти на стол не ложи. За столом, когда обедаете. А уж облокачиваться-то вообще у нас нету. Ребенок смотрит первый раз. Разве нос. Сразу. А тут сидят, приедут профессора и академики. Какого-то небывалого у нас. Слышишь? Ну, и дальше показывал. Смотри. Ты наклонился, а я сказал, не надо. Ну, я директор 45 лет. Сколько дети получили? Ни одного, ни разу. Он увидел, как я, Павел, расправляюсь с ним. Ни себя, ни врагов. А так, о Святой Руси, когда поют казахский хор казаков. Слышали же? Не жалей ни себя, ни врагов. Мы должны жалеть и себя, и врагов. Но в данном случае именно так. Понятно? Рядом сидящий, если не тот забывает, ему покажи, скажи, не надо это делать. Теперь, последний, первый или второй там будет уже, посмотрим. Кусочком залезать все, опрокинуть, чашку показать дежурному. Он махнет рукой, и тогда чашку опрокинь, положи. У нас ни одной ложки не было выброшено пищи. А ему не хватает где-то, будет хватать. Будешь работать, ты все это увидишь. Простые правила. Так, садимся за стол. Кружку не опрокинуть, но только все должно быть выписано. Садитесь на одну сторону. Николай. Так, а вы не видите, кто куда. Желательно, чтобы на одно и то же место садились. Брат, садитесь куда-нибудь. Так, я не сказал. Вешалка, на вешалке штуканут. Левая, куличок мой. И вверху клавят красть вурашку мою. Левая, самое край. Так, внимание. Так, Оля, я говорю, внимание. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помил меня грешного. Никого не трогай руками, не занимай. Садитесь куда-нибудь. Все, начинайте. Во славу Божию. Смотрите, Вячеслава не дали. Вот, понимаешь. Полный, полный, полный. Накрызали. Ложки, ложки не хватает. У нас съехала щашка. А сами, чтобы она заканчивается. Дай, давай. Щаску дай. Смазь, ну дай, сейчас дай. Вот, растительное масло, кому надо добавляйте, спросите там. Да вынеси. Ну, Маренька, опоздали. Пусти по рядам. В простую. В простую, наверное. Головную, грубую. Кому компот. Кому компот, куда? Если есть. Кому компот. Правда? Да. Кому компот, куда больше все скомпить, она работает. Больше зелени. А там вот есть? Вот так вот. Первый. Сестры, сейчас отдавали, нет? Нет. Поморячил. Сестры, внимательно смотрите. Ничего не видите. Окей. Так, давай, давай. Мы пока не рыбачим. Но у вас есть хорошо. По четыре листья разрешается взять? Смотрите, обратно вернете. Горьяна, голову оставляйте. А по-моему, костей. Нет. Нет, не стою. Умага бодримо, по-моему. Сколько рыбы? Рыба, я же пошла. По-моему. По-моему, по-моему. Бумазу под рыбу. Бумаза под рыбу. Бумаза под рыбу. Сколько рыбы? Братья. Порай леди, каково. Бумазу, по-моему, вывели. По сколько рыбы? Что через, когда шпиров? Разница, чуть-чуть. Бересу, бересу. Просле. Бересу. А масло? Масло есть? Можно брать ложку, можно 2 масла Вот это вот Зелень кому нужна? Берите, 4-5 гальянов Так, зелень Загарите Все остается Голову оставляйте, а остальное Шеется с лосями Это просто подниму Не прощай ее, надо Загарите, я хочу Она же как это Руссеровский собак там За счет людей В чем Младшая Надежда Ешь? Так, появится 4-5 гальянов Отложи Да куда я не положу Голова Отгоняй, не оставляйте Голова Отгоняй, не оставляйте Давай Все сюда Еще по 3 галью Еще по 3 галью Рыба пошла Сейчас прогноз Мягкая Та Хор Эта 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 Та Еще по тренде Эта Скажу Эта Ди��도 Съезжай за собой и делай. Голубы можно отставить. А я за помощью. А я за помощью. Себе. Себе. Берем. 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 Берем сбыточку. Берем. Вот эта вот. Специально готовят. Как. proced. Пшеницу рушат. Чтобы там не было мыслей, еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Два часа, чтоб пища прошла А если okay,ensor Скоро тебе подскажет желудок Это процесон акооила Ну там где Работал им с протезами протягивал на тридцать сантиметров ногу мог сделать И там тоже витинский И у него помощники нашлись. Сначала 2-3, без сестры, а теперь по всему миру. 2 часа. Желательно. Желательно, чтобы ты не спал. Был вертикальный. А я спать не могу. Ну прислонись так, но не ложись. Главное, не ложись. Горизонтально нет. Да неужели так? Не надо дальше говорить. Тело. Без тела душа-то на земле не прислониться нигде. Поэтому наше тело, не просто тело, а называется храм Божий. Как мы должны к нему относиться? Храм Божий. Храм Божий. Ты все время это повторяй. Это храм дал Господь мне. Ты как его должен беречь? От осквернения, от ненужного. Ну просто беречь. Показывали, тут недавно там у нас не собирались люди. Даже говорить-то не так. Ну я вижу, человек какой. Сколько вес? Рост какой? Рост какой у вас? 167. 167. А вес сколько? 167. Многовато. 33, 37. 36 килограмм еще. Все. Вот тебе справка. 36. Вот видишь, я второму не прикоснулся. Мясо в рот никогда не беру. Сейчас молочное будет. Если просто так пашу, могу морейка что-то взять. Не то, что там, ну... Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Я могу это сказать в питании. Жена прозвала меня великий экономист. Вот раньше платили деньги какие. Я сторожем работал. Нигде не давали работать. Вот времена были какие. Нигде. А я два дня не работаю, то жарить, то возможно, то не едешь. А выстроить нигде не могут. Один день было, 18 предприятий меня провел майор. И не мог. Говорит, первый раз встречаюсь. Но в одном месте приняли меня. Приняли и сказали, во вторую смену выходите. Я во вторую смену такая выхожу, я строитель. Строитель техникум, прораб. У меня там до 200 человек, несколько объектов. Кричат, иди сюда, баптист. Баптист я встал. В окно со второго этажа трудовую мне выкинуть, что духу твоего здесь не было. Понимаете как? Ну что, я взял, и опять милицию. Меня нигде не принимают на работу. Вам работа есть, говорит. Нелетовостная охрана того района, где живете, чтобы все время на глазах был. То есть государственный преступник. Я первым в стране опубликовал архипелаг, ГУЛАГ насчитал, Словеницын. А теперь пишут, благодаря вот этим трудам подтащили с устои этого дьявольского режима коммунистов. Все позади их, как будто никогда не было. И вот тогда был отклад 72 рубля у сторожа. 72. У меня входило на питание 9,80 или 11, 9,80. А это на стройке, на второй этаж тачки с бетоном катать. Ну, один раз, правда, с мясом не устроили. Созаущие идти были. Ну, видите, где у меня сумочка висит. Убили мыша и между хлебушком заложили. Чтоб с мясом, чтоб я не ухудел. И еще все позади. А работают резины сапоги. А от города 5 километров или 4, там, реконструкция города идет. Экскетим, на Сибирской области. Мои валенки увидели где? Налили стекла в валенки и сверкнули кирпич. Мне домой идти. Это все позади. Кто сделал? Ну, друг перед другом. Один в скорости собрался и сорвался. Седьмой этаж. Принимать надо доски. За ними-то полез и через... Перевернулся я. Поэтому, представьте, вот 11 рублей, а 72. Бог тебя обидно благословит. Вы пока поели, я просто рассказываю. Что такое благословение? Это что бы ты ни делал, для неба будет. Так Бог сделает. И вот когда рассказываешь, что есть в своей биографии, она написана, книга, для слова Божия нет ус. Люди считают, да вы какие-то сказки рассказываете. Но если твоя жизнь похожа на сказку, то другое я не могу составить. А почему? Бог. Вот написано, сколько я заработал? 72 рубля. Больше никак нельзя. Но у меня 3 дня свободных. У меня старый ржавый велосипед, у меня мотосюфер, никогда не было ничего. Инструмент, я по городу кощу в частные районы, в частные дома. Глина перед домом. Я уже сучу. Вам пищник нужен? Ну, в 2-м месяц тыщи. Нет пищника нет. Так я перед вами. А кто вы такой? Когда сделаю, узнаете. Тот, которому вы не брали в соображение. Как они видели в этот раз? Вот есть такой сад. И что? Ну, сейчас, сколько вам делают? Да соседа вы делали, я говорю, ну, вдвоем. Потом третий как-то пришел к ним. Неделю делали, каждый день вытевали. ушли, говорит, и топятся, дым идет. Я один делаю. Помогать будете вы. И в день 2 печи. 300% выработка. Дальше, бесплатный ремонт в течение полутора лет. Ясное дело, что я делаю, а еще тут стоят соседи, другие молва, потому район уже пошло. Мне не надо искать. Почему? Бог через отца моего, Тихона Дмитриевича, научил. Ты так, сынок, делаешь, чтобы тебя еще раз позвали. Отец с фронта пришел, руки нету. С матерью вместе полкласса не кончили. 10 ребятишек своих, живых. 5 мальчишек, 5 девчонок. И ни одного больного. Мне 84 года, 85 лет, я еще ни одной таблетки не съел. И вот этот год, до Нового года еще, я внезапно заболел. 4 болезни сразу на меня кинулись. 2 слетали до схода. То есть, кончатся смертью. Вот теперь думаю, что делать. А я живу, с надеждой живет, сестра одна, Любовь Николаевна Фатеева. У нее, я не знаю, как-то два диплома, что ли. Все красные дипломы. И дочь закончила университет медицинский, Юлия Третьякова, тоже с красным дипломом. И Виктор Андреевич, врачковой больницы. Они меня со всех сторон стали электрическим. Когда накладываешь, вот колени не гнутся там, кто другое. А другие, это болезнь, это у меня кровь пошла, и спереди, и сзади. Кровь, почки. И вот, что я ем, где-то, это у меня лекарство. И прошло сколько? Это место исчезло. Дальше, березовый сок. А батюшка мне дал. Володя дает, вот у него есть. Это как лекарство. Зелень вот эта, только одувальщики, вот сегодня брали. И удобная крапива, чтобы она была. и покупают много капусты, на мелко, а потом еще там ее там как кашицей делают. Ну и морков, дороглаз. Работал 9 лет. За 9 лет у меня вышло 38 того книг. 30 тысяч слов за компьютером. И сегодня молились. Я, Володя не было, я один читал. Ну, большие, вот это могу даже прочитать, а вот это уже нет. Почему я ставлю это в известность? А потому что мне пришлось это пройти. Так, брюки, кому какие нужны будут, если рабочие, то мне скажете, рукавички там, а то мы все делаем. Сейчас мы выйдем. Как? Доверие Богу. И прислушайте, что говорят люди. А вот это Елена Гладыщук, кто-то переписывается, знает где-то. Проходит какое-то время, она говорит, хорошо, когда ягоды, ягод, вот клубника, и вот это от аромки называется, у ягодки, с обратной стороны там такое, на откусе, надо с ней, с этой травинкой есть. Я подговорился к тому, что сейчас, вот правило у нас, кто сегодня приехал на обед, а вы что хотите здесь. Отдыхайте, усните через 2 часа, а после обеда я вас запрягать буду уже. Нам есть что делать. И будем заниматься, выберем время, ежедневные будут занятия. А сейчас ведь это урок уже идет, чтобы у вас было что сказать. Так, кто хотел бы не спать, а это как спалье считается, пойти на ягоду, прямо рядом, не больше 300 метров, баночки разные возьмете, чтобы на обед было. И самое главное, чтобы досыто наелись. Так, на коленках ползать придется, чтобы ягоды ногами не добить, чтобы не бегемот пришел, а человек, который знает. Я вчера все эти места прошел, и двинул меня идти прямо в огород, и так старая засовшая смородина, и я иду, добрал там травы какой, не мог там, календула не нашел. Тут у нас один есть больной, в Санкт-Петербурге. Вы знаете кто? Кажется, Ярволин, фамилия его, и... Антоний. Антоний. Я вам очень рада спросил, что нужно, какие это, главное, травы, рак желудка, операция была. И там операцию сделали, и говорят, видимо, вторая операция будет. Я не знаю, что там вырежет. Слово сказать, без помощи желудка, полностью, если все вырезано, усваивайте кишечник, но только молоко. 96 элементов в этом продукте. И вот здесь я пошел, через там, трава вот такая вот. Ну и нарвал разные травы, а матушка агроном, жена с батюшкой. Я запнулся, запнулся и пал, и руки упали. Там, там еще лежат выдержанные столбы и между ними руками. В первую очередь, я руку выдержал, я не знаю, целая или нет. Целая. Я не могу поверить, что и так грохнуть все и остаться еще не поврежденным. Ну, думал, что ничего нет, иду по хвосту, а там еще не посеяно. А там был огород когда-то, большой сад. Это вчера только у меня было сколько. Пижма нужна. Пижма была, эти воды вот это исчезло. И тысячелетник у нас есть, ну, что там, ну, можно, есть чистотел есть, начинают сушить. Кто туда едет санкт-петербург? Кого-то он назвал. А то вы, да? Вот что приготовил, какого? Вчера мы тут набрали, да, это не вчера, позавчера, в воскресенье ездили. Это огородская трапка, чибрец называется. Мы ее насушили, вы возьмете ее, и листья, ну, ему не надо, чистотел надо насушить как-то. Остальное нету, не можем узнать где. Матушка-заян говорит, вот здесь был, допустим, колебнула. Вчера пришли, ни одного седля нету. А почему? Хозяйка умерла, 94 года была. Серапима Гавриловна. И тут один день такой, и как Господь его наполняет. Вот я скажу, что апостол Павел говорит, для меня нет больше радости, и как слышать, что дети мои ходят в истине. Иван. Иван. А? Иван говорит. Иван, апостол Иван. А я, да. Иван говорит. Отсюда вывод делать самое печальное, когда дети не ходят в истине. Ну, противоположное где-то. И вот, если мы хотим, чтобы эту радость испытать, вот, в которую вы приехали к Астине, у нас написано, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вот оно, видите? 12. Учитесь возмущает. Вот оно, видите? Кровь в красном. Я все покутно говорю вам, а то. Коропиться некуда. И вот эти вот плакаты, как назовем их где-то, я нашел 4 момента, которые доказывают, что тот, кто изготавлял, человек много знает. Хотите, докажу это? Вот так, чтобы броском глаза было, не на белом, на желтом. Вот когда бывает, юбка там черная, а такая вот, желтая, как это, ну, бывает, галстук на таком пони. Значит, избрал свет хороший. Второе. Выделил нужные слова. Все мы просто предстанем. Суд Христов. А там покайтесь одно слово. Дальше. Под каждым словом Библия упоминается. Вот третий элемент. Четвертая, как глава и стих. В этой же, которая черная внизу, пластина, и там написано крупно, и стихи помельче. Вот еще. Вот кто издавал, где издавал, я не знаю, но я понял, этот человек, высокоразвитый, воображение, и все у него. Вот мы имеем здесь. А вот еще тут мужья. Просчитайте, что там написано. 1 Тимофея 2, 22, 12. Считай. А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безволвии. Жена не стала согласиться. А что мы? Государство говорит, женщина равна мужу. Нигде этого не написано в Библии. Муж – глава. А глава куда шея повернет, туда и голова. Шея думает не может. Шея глава рассказывает. Они уже придумали, что шея поворачивает голову. А учить жене не позволяю. Но быть безмолвы. Говорят, учатся молчать, говорить человек 4 года, а молчать 64. И все скандалы, все идет отсюда. Немного статистики. После бракосочетания, ну неверующие люди дают им, в первые 4 года 84,6% работа. 84. Надежда Константинокрупская кто знает, кто такая? Что она знает. Главного разбойника страны, губителя царского семейства. И что? Она говорила, кажется, 17% разводов в эту национальную катастрофу. Вот и все. Вот мы ценим, я попутан все говорю, это вам в голову просветит. Вот сколько человек территорию освободил, это уже редко когда было, там дадут героя, а у летчиков четко было, 17 самолетов сбил, герой. Еще 17 сбил, дважды герой. Вот у нас здесь съездил флотников, кажется, Артемий Павлович. Если дважды, то его бюстом становить в центральном городе этого региона где-то. И сколько? Самое большое число сбитых самолетов у Кожиного Ивана, 64. Самое большое, 64 цифру, прокрути. И даже близко нету. А покрышки на меньше, но все равно вошел в 17, там 50 с чем-то. У немцев, это же немцы, это враги наши, сегодня опубликовали. Так, Эрик Хартман сбил 356. По нашим меркам, по советскому, 20-ти кратные герои Советского Союза был бы. А почему? Другая техника. Другое обучение. Он поднимается на 2 километра выше, которое поднимали советские, он выглядывая, где идет, и северку падает, он его даже не видит нигде. Ну и работали. Перед тем, как выйти где-то, ну сколько там, часов, там около сотни. А у нас один раз, только чтоб аэродром не разбил самолет. Ну и выпускают много их, по неделю сжигают. Мы должны все это взять оттуда для себя. Вы что сказали? Вы сразу изберите кого-то из них. Вот она сидит какая. Дай-ка я такое же буду. Вот вчера там нас собрали, было в городе, на одной скамейке оказались два человека. Мы видели кто. и он не едет один человек сюда, меня считает духовным отцом называет, а сюда ни под каким видом не едет. У него... Ну я тебе подскажу, сколько, все... Никак. Работать меня, говорит, не заставите. Ну ладно, я говорю, ну а у меня ты будешь работать. Как бы на кухне, я тебе его хотел, шеф-поваром поставил бы. Дал бы тебе сестер распоряжение я тут... Ну как, что готовить? Ну, Елена сразу на нее вышла, но он отказался. Потому что тут на глазах моих будет. А вы... Я каждый день буду с ним беседовать. От меня он должен уехать другим. У нас был священник один, он здесь, Ермоленко, отец Павел. Богатырь, большой, и такой, говорит, хорошего человека много должно быть. И вот он приехал у меня, его священник этот, и архиерей снял, так, ограбил буквально, крест с него снял за то, что он тайно записывал, как правильно крестить. Мередокон мамитофон отнял и грязь, то есть грязь, там, как называть, подрязь. Ну и он приехал ко мне на квартиру. Я говорю, в мое место, где я живу, это самое лучшее место для излечения от алкоголя. Вот ко мне алкоголик, беру я, прямо алкоголик настоящий. Через неделю выздоровел. А почему долго со мной вместе вставать будешь, обедать по органу, работать по полной программе. Начали дневные молитвы, выйти вместе. И он, отец Павел, приехал сюда, он такой смиренный. Ну и прошло, я не знаю, месяца, полтора было или не было. Он ремень на три дырочки уменьшил. Представь себе, какой. на работу идет, не завтракает, один ломать хлеба берет, а на стройке кирпичи таскает, он не строитель. И с него все это сошло. Он поехал домой, у него Надежда, тоже, Надежда Павловна, кажется. А он сам опять его разнеснул. Так что здесь, если кто-то хочет научиться в этом плане, то можем побеседовать. Отдельно не будешь здесь, а показывать половину, на работе по полной программе, и все будет по-другому. Это маленький урок, который мы проходим. Это самое занятие Днина Зойрева, и спать некогда. Так, а вы говорили, я не буду говорить о соседях, это, что он ничего не исполняет. Я говорю, то, что я постиг, это и скажу, что ложиться вредно. Будет головокружение, а люди, которые привыкли, как правило, не работают над собой. Скажи себе за правило, никогда не ложиться спать. Вот она в 94 года умерла здесь одна. У меня три до смерти, я пришел, она сидит на диване. А сейчас сидишь? Да я боюсь сидеть, сейчас я не встану. И ни разу никто ее в храме не видел, чтобы она села. Ни разу. И один раз что-то у ней было, она упала. Не знаем, что. и костылек у нее был. Она взяла, я сразу садись, садись. Нет, она не села. Прошло сколько-то часов, она ко мне пришла домой. Почему я упала, знаете, не устала. Нет, я там была, я там разговаривала и обсудила кого-то. И ангел меня бросил. У меня какие-то рассуждения у нее. Ночью она упала с кровати. А сын в другой комнате, вон, забежал. мама, погоди не надо. Я чувствовал, какие-то теплые руки у меня с кровати сняли, на пол положили. Работает в огороде все время. Он кто заходит, прям не движется. Врешь плоть и начинает поклоны тогда. Сто поклонов молитвы. Девяносто четыре года. Вот это же человек, который у нас здесь жил. Там описание знало. Так говорится, с пятой до десятой, да и что точно сказал. Но вот в этом можно было поучиться. Так, ты запомнил, где сидеть надо? Вот так. Жалко, что сегодня нынче Максима не было. А к Степе я тебя отведу сам. Не Степа, а Степа. Так, сегодня мы пойдем в один дом заить корову. Так что, Анна Иль, все по слову Божьему. Чтобы ее запомнить, я говорю, ее зовут Анна. Я говорю, она шиит. Ита, значит, их защиты. Безозначен от того, чтобы приехать было. Значит, она говорит, коров не видала. Я уже договорился, будешь наить корову, мы договоримся, чтобы сколько надоешь, они нам отдали бесплатно. старайся там. Надо идти, когда поста не будет. Сейчас там молоко не нужно. Правильно. 12 июля. Нет, идти надо сегодня, она подвоит сегодня. Мы нам просимся на завтра, А еще можно? А уже в последний раз, она возьмёт. Она сказала, коровнила тебе, будет, да, я пошёл к Ирине, к хозяйке. Вот Ирина, вот у каждого какое-то прозвище есть. Вы знаете, как её прозвали у нас, Ирину эту? Куда идём? Даже человек, который не такой был, он говорит, золотая женщина. Такой эпиграф, чтобы человеку дали. Это приехала сюда, вот вышла за племянника, очень хорошая. Вот у неё сына забрали как раз на фронт. Мы боремся каждый день. Никита, дом ты как построил? Забрали, дом стоит. Вон один, кажется, который послушался меня год назад, подал заявление в военкомат на интернативную службу. И у них как? Да главное, священник когда были, священник его там учат, что там Александр нефть, а то другое. 13.10. Откровение Ана Богослова. Кто ведёт в плен, сам пойдёт в плен. Взявший вещь от меща погибнет. Всё. Поэтому несколько виссий кроме. Щётко и определённо. Ну вот, я не знаю, год и проходит, дают отпуска, нет? Ну дают, там по две недели дают. Ну интересно, я узнал-то, в Германии-то было, в Советском Союзе. Уже отступают. А отпуска солдатам чем дают в то время? Здесь редкий случай, надо не кинок разнять. Человеку нужно дать возможность вздохнуть на процессе силы. Так, правила какие у нас? Нигде в дома ни ка не заходить. Очень строго. Потому что у нас есть люди, которые неприязненные. Умощно делают прямо, как не надо делать. И ещё нельзя сделать. И в которых к ним сходили люди потерянные. То есть, очень сильная дьявольская темнота, которая сразу издревает всё. Слышали? Вот ваше место, где было. Можно заходить, когда пойдёте. Я не знаю, когда. В старости там перепишут. С паспортом придёте. Сильно будет записаться. И можно заходить. Вот конец здесь. В самом конце. Батюшка. Дальше. Вот где мы будем сейчас здесь. Ирина где? Муж у неё Андрей. Ну, это же присущие где-то. Там можно будет разговаривать и прочее. Остальное нет. Зачем? Теперь, когда будет купаться? Какое время будет? Делать надо будет пирс сходить. Это уже последние дни будет. Приедет Игорь Димунов. Он будет командовать. А это Микрощён меня. Пусто ничего не сказал. Когда она даже попала. Крестик выскочил. Я не знаю, что я чуть-чуть. Так. Мы сейчас молимся. И кто не будет отдыхать. А кто отдыхать будет, только через два часа. Как последний раз гуснули что-то. Пойдём мы сейчас. Кружки берите. Мы возьмём отдельные бёдра. И посмотрим, кто сколько кружек наберёт. Ягоды. Клубника. Повторяю. Чтобы наелись досыдно. Это очень полезно. Это необходимо организму дать. Все те витамины, которые полноценные. Чай заваривает. Чай надо узнать. Меня специально укроп делают. Чай. Здесь нет, молодец. Молодец. Чай чем заваривает у нас? Я сделаю. Я скажу. Потом сделаю и скажу. То есть у нас есть корень солодки. Кому надо уже накопать. А корень солодки. Есть данные, что две с половиной тысячи лет Китай употребляет при углом лекарстве. Оно даёт такое успокоение. От чего от болезни там не написано. Ну, оно вообще интересно. В шесть раз слаще сахара. Корень. В земле. Вот такая. Вы знаете, корень солодкой ценой? Ну вот так. У нас здесь всё можно накопать. Сколько ты хочешь. Мы можем увезти туда. Копать, бери. Сначала сходим. Так. Сегодня вы свободны. После... Уже когда отобедаем, уже всё. Уже вы свободны. На огороде надо. Володя всё один там. Паша. Ну что там? Там проколото. Опять вырастает где-то было. Сколько там? Попить вода есть. Ужин. Значит завтрак у нас в семь. Обед в час. Ужин в семь. Володя, менять не будем распорядывать? Нет. Ну вот так. Значит я вам тут не пример. Я прихожу иногда, не прихожу. Я чувствую, что мне... То есть я очень щитко чувствую, что мне не надо. Я передадаю. Организм реагирует на то, что мне советуют. Хлеб сделали специально заказывать. Вот такой человек может быть и не понравится. Машин рушает. И вы видите какой чёрный? Видели? Так, покажи где. Вот. Вот, видите, это Володя печёт. Это гемя специально. Соли там никакой нет. Без дрожжей, Володя? С дрожжами. С дрожжами? Молодя, брат. Нету заказ. Так, мы сейчас из-за стола выходим, по полной дарим Бога. Мы не сказаны о определенной молитве. Как Сэм благодарит всех, что что придёт. Что Бог возрал и потом. Можно в две очереди остановиться. Внизу, который у нас там поменьше, а сзади, который повыше. За молитвы святых отец наши, Господи Иисусе, Христе, Сыне Божьи, помилуй нас. Аминь. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, как он насытился над землей в Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего Царствия. Но, якобы отстреливающий икон Твоих пришел, мир дая им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и пресне, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Милостивый Господи. Спаси и помил раб своих милующих и питающих нас, подающих нам милостыню. За поэту, что нам молиться о них. Вдов, нищих, сиро, священство и иночество всех христиан. Избавив от всяких скорбей, гнева и нужды. От всяких болезней душевной и телесной. И простим всякое согрешение, вольное и невольное. И душам нашим полезное сотвори. Благослови Елену, Елену, Геннадия, Николая, Владимира, Иоакима, Людмилу и всех присутствующих здесь. Слава Тебя, Боже наш, хвала Тебе. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Вячеславе согрешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Спаси Христос, поворовы накрывающих. По славу Божию. Спасибо Христос. Спасибо Христос. Кланяться как? Кто двуперстно, как князь Владимир крестился до Никона. Сергий Радоневский, Пеодосий, основатель русского монашества. Молились все двуперстно. Троица сама по себе. И это небеса, склоненные к земле, Бога человечества. От Никона пошло, как в Греции троеперстно. Меня спрашивают, как правильно? Я отвечаю, в том и в другом элементе ереси. А так, я молюсь так, это не я придумал. Я родился в такой семье, где так меня научили. А почему? Потому что мы изображаем крест. Не мой крест, а Христов. А то отсюда воссобление, щус. Нет. Центр лба. Господи, ты глава всему. Речь идет о Боге. Иисусе Христе, где куповина. Это Иисус Христос, Он получил имя через Деву Марию. Сыне Божий. Вот где соединение. Достать сюда. Помилуй меня грешно. Левая сторона. На левую сторону. Сначала на правую, потом на левую. Снова. Господи, Иисусе Христе. Сыне Божий. Помилуй меня грешно. Чтобы не там не быть. А как правильно? Правильно у католиков. Я не католик и так не молюсь. А им все эти тернили. Господи, ты Бог, шедший и воплотившийся о Деву Марии. Меня, стоящего на погибельной левой стороне. Переводишь на правую, благодаря пяти ранам. На кресте страдал человек. Человечество. Он Бог. Но Он был на кресте. Одновременно был в преисподних местах. Я одновременно в бесконечной вселенной. Но на кресте страдала плоть. Божество. Златовый говорит, бесстрастно. Божество не может страдать. А покажи Бога. Бог показал Моисею там, где. Только с обратной стороны. Или мы все кончились. Как нельзя. Кто знает скорость света? 300 тысяч. 300 тысяч километров в одну секунду. 300 тысяч. 300 тысяч. А за год это сколько раз может? Это вообще какое расстояние? Так вот сегодня при уборе обнаружили галактики, которые отстоят от Земли на 4 миллиарда световых лет. И там Бог. Есть два понятия. Время и место. Которые человеку не дано никогда понять. Ну, миллиарды, миллиарды, триллионы. Ну, где-то конец, какая-то стенка нету нигде. А как? Ну, никак. Никогда не лезь туда, чтобы Бог не отнял разум. Запомните очень хорошо. Это время и место. Время сколько? Мы говорим, вот сегодня идет у нас 7531 год от Адама. 7531. Ни одной стоянки людей нигде не обнаружено, которая больше бы это время не была. А человек 5 миллионов лет назад был, 20 миллионов обезьяна был, согнулся. Этот пьяный идет после получки. Кого сфотографировали-то? Нашли, главное. Ты посмотри на фотографии, которые наши дели, как они выглядят. Какие люди были. Русский человек не всегда славился русской красавицы. А был обезьяной. Да ты обезьяна и меряешь. Моя бабушка была женщина, не обезьяна. Вот и все. Когда ты услышал это, не давай нельзя рот-то раскрывать. Мы говорим теперь, Господи, давайте вместе. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Многие вместе держать, мне нельзя, бывает, шатай. Немного. Пятки вместе. И поклон такой, поясной, чтобы рука, колени не сгибать, могла достать пол. Проверь себя. Вот так. Это поясной поклон. А земной поклон, когда кланяемся мы, потом будем расстилать палатку, чтобы не за пол. Вот голова коснется 10 пальцев, а это 10 заповедей. И одновременно касается земли. Вот на таком расстоянии. Не так раскидывать, не так. Ну, палатка здесь тогда-то есть. Вот. Ну, когда я сюда? Вот, вот. Немножко я просто покажу. Называется земной поклон. Да, да, да. Да, да. Смотрите. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот руки где. Я касаюсь лбом, я одновременность пола. Ну, когда я босиком, я могу не переступать. Тысячи поклонов таких делают. Дьявол боится поясных поклонов, земных, очень. Были разные видения. Один зашел, сразу видит, а у него сидит без бес. А почему? А посмотрите, которые крестятся как. Я ни разу не видел, что патриарх крестился правильно. Ни разу. Вот так вот. Путин вначале молился прямо вот так вот. А сейчас научился только вот так. А если так, теперь заметьте. Отсюда, то это получается выше, чем и это. Крест перевернутый. Перевернутый. А перевернутый делает только колдуны. Вон та часть, где руки у Христа, вот смотрите в угол. Она меньше, а вниз длиннее. И поэтому не освещение чувств, а крест Христов. Ты, Бог, сотворивший мир, принявший плод через Деву Марию, и воссевший одесную Бога величия, сидя одесную Бога, спаси меня, стоящего с левой стороны, чтобы не оказаться там на Суде Божьем. И в знак. Руку не надо опускать, но один раз можно проверить. Вот так отпустил. Все понятно. Так, кто думает пойти, берите по кружке, я медра возьму. И вот в дворе ждите. А остальные останьте здесь. Игнар Тихонович, а вот Анаид, она, у них ее с детства приучили, там в армянской церкви так крестится. Покажи, как. То есть, выперстно, как старобретцы. Наоборот. Наоборот. Наоборот, я должна сказать, у меня стоящая на другой стороне, я перевернутый. Я знаю, у них крестят так. Вот она подходит, а у него чашка стоит. Там чашку руки облакнул ей. Дальше чашка. Все. Диоден. Все пришло. То есть, это не крещение. Крещение. Перевод один. По-угружению. По-немецки, кто знает, знать слово «таукон». Греческая и английская, это же «ваппи-дэн». Полное погружение. Так вот у нас все будет. Я пойду, узнаю. Так. Так. Кто хочет отдыхать, спать. Через два часа ложитесь за часом. Скачать надо. Скачать надо. Я спать буду. Вячеслав, разрешите. Вячеслав, разрешите. Продолжение следует.